Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутия сегодня» за режиссёрским пультом Марина Вгородова, Николай Слюцов и микрофоноредактор Серглана Антонова. Вот уже 20 лет имена и стипендия первого президента республики Саха-Якутия знанием «Победиш» находит своих героев среди лучших учителей и учеников. За это время её лауреатами стали 68 педагогов и 51 учащийся из 25 муниципальных образований республики. 22 года назад Михаил Ефимович написал, что общество должно выработать свои идеалы, чтобы по ним соизмерять поступки человека нового времени. Это культ труда, культ природы, культ матери и, наконец, культ знаний. Премия «Знанием «Победиш»» стала одной из форм мотивации для учителей и учащихся. Первый президент подчеркивал, что необходимо постоянно обращать внимание преподавателей и научной общественности на то, что необходимо жить в мире, рассуждать глобально, но в то же время решать проблемы Якутии. И именно в этом суть премии. 13 ноября, в день рождения Михаила Николаева, в этом году в 21 раз традиционно пройдёт торжественная церемония вручения именных стипендий. И накануне этого события мы решили встретиться и поговорить о значении этой награды, о том, как она задумывалась и какое значение имела в дальнейшем для её стипендиатов. Итак, я хочу представить гостей нашей студии. Это председатель общественной комиссии «Премия «Знанием «Победиш»» Афанасий Иванович Ноев. Добрый день. Добрый день, Сарглана. И стипендиат «Премия «Знанием «Победиш»» ректор Малой Академии Республики Саха-Якутия Василий Кремович Павлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах ТЯТИМ «Саха-Радио». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Вы можете позвонить и присоединиться к нашему разговору. Ну что же, а первый вопрос я хотела бы задать Афанасию Ивановичу. Расскажите, пожалуйста, как вообще возникла такая мысль сделать именно именную стипендию? Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Ну, во-первых, в эти дни Республика отмечает 85-летие нашего первого президента Михаила Николаева. И мы действительно должны подвести какие-то итоги совместной работы с Михаил Фимовичем. И мы должны подчеркивать его роль в жизни нашей Республики, Российской Федерации. И одним из таких ключевых направлений в политической и общественной деятельности нашего первого президента, как руководителя Республики, и потом как одного из влиятельных общественных деятелей России, стала именно поддержка нашего учительства и наших детей. И Михаил Фимович всегда ссылается, и даже, можно сказать, он приводит пример всегда Сухомлинского Василия Александровича, что ребёнок – это высшая ценность. И действительно, для того, чтобы раскрыть талант ребёнка и потом поддержать ребёнка, так, похвалить, чтобы раскрылся его талант, да? Михаил Фимович всегда это подчёркивает. И знание «Победишь» стипендии является той стипендии, которая в первую очередь поддерживает им признание тех ребят, школьников, которые являются победителями всероссийских международных олимпиад, научно-практических конференций, так, или в области искусства, которые стали лауреатами международных фестивалей, так, конкурсов балетного искусства, да, например. И, безусловно, Михаил Фимович всегда поддерживает учительство так, всегда говорит, что благодаря учителям мы есть так. И поэтому поддержка их мастерства педагогического, чтобы они ещё больше отдали своё мастерство, своё знание нашим детям, он решил вот ещё и стипендию, одно направление стипендии «Знание победишь». Это для учителей, для педагогов, которые всё делают для того, чтобы раскрылись таланты наших детей. И вот в 2002 году Актёмцев было вручение первой стипендии, и учительница Ситникова Анна Иклаймна, учитель Актёмской школы, она получила стипендию «Знание победишь» именно от учительства. Вообще, как происходит процесс отбора на премию, да, и сколько заявок поступает ежегодно? Ну, начиная с 2002 года, это уже как бы было именно такое общественное, да, например, Актёмская школа, потом Жигантская школа, выдвигали своих учащихся, да, а потом последующие годы, когда оно стало уже республиканской, да, Василий Каменьевич, мы как бы уже в масштабе республики, уже потом в масштабе России уже были идут заявки, да, и, например, вот мы, если возвращаться в историю, да, в 2017 году у нас было 89 заявок, так, это 30 учителей и 59 учащихся, так, вот у нас год-год не приходится, да, но вот, например, насколько я знаю и помню исправочно, вот такие цифры, да, у нас очень большая активность, да, а Василий Каменьевич может сказать в этом году и в прошлом году, какая активность была. Ну, естественно, это процесс такой обоюдный, да, Дело в том, что мы же знаем все сообщество, которое работает с нашими одаренными детьми и действительно активно помогает. Есть такие хорошие учителя, педагоги и дети, которые уже показали себя, и мы всегда говорим, да, так сказать, вот есть возможность, например, ваши кандидатуры, да, рассмотреть в общественном совете, да, и предлагаем вам заявление наше, значит, подать, и обычно это и происходит, да, у нас общественный совет исключительно такой очень солидный, с большой репутацией, все вот это смотрят, великие, знаменитые наши ученые, как раз возглавляет Афанасий Иванович этот совет давно, да, так сказать, с самого начала, да, и проходит вот все обсуждение буквально на этом совете, ну, и, естественно, Михаил Ефимович лично сам участвует во всех этих обсуждениях, каждую кандидатуру он сам лично смотрит, да, и, в конце концов, значит, утверждение происходит именно первым президентом нашей республики. Михаил Ефимович действительно всегда старался создавать условия вот для развития, образования наших детей, да, а что именно им было сделано вот за годы, когда он возглавлял республику, давайте хотя бы несколько моментов вспомним, потому что обо всем рассказывать у нас просто не хватит. Естественно, это были созданы самые такие замечательные образовательные учреждения, как наше учреждение, это, значит, он назывался форум, физико-математический форум «Ленский край». Это вот удивительное такое и уникальное учреждение образовательное, дополнительное образование, которое впервые появилось, да, на таком постсоветском пространстве, это все отмечают, потом и превратилось оно в Малую Академию Наук в 2015 году, и также у нас есть сопутствующие такие замечательные организации, как Высшая Школа Музыки, да, так сказать, как вы знаете, еще, значит, различные институты, университеты даже, да, можно так сказать, вот как раз Афанасий Афанасьевич может сказать. Да, я хотел бы здесь подчеркнуть, что именно вот была создана сеть президентских школ, именно тех школ, гимназий, которые должны быть идти вперед, и за ними вот, чтобы подтягивались, да, где могли бы лучше из лучших учиться, да, или там училище Олимпийского резерва, хореографическое училище, вот ты сказал, Высшая Школа Музыки, да, например, именно вот такая система отбора, продвижения, обучения, воспитания детей по направлениям, по их возможности развития, да, потому что каждый ребенок имеет свой там, кто-то в спорте, кто-то в музыке, да, поэтому степенье знания победителей, Михаил Федорович, иногда решает, ну, как бы, давайте и детей, которые и в спорте, и в науке показывают, у нас были стипендиаты, дети, которые и в спорте, и в образовании показывали, а одно из направлений у стипендей, это у нас дети, которые занимаются искусством, изобразительным, балетным искусством, они получают, и педагоги тоже, поэтому разносторонние, ведь Михаил Федорович всегда боготворит и всегда ссылается и Михаил Андреевич Алексеев, нашим выдающимся педагога-учителя, народного учителя СССР, и вот с тех пор, с 60-х годов, именно поддержка одаренных детей, отбор, это шло, и Михаил Федорович это впитал, и он всегда нам подчеркивает, что надо именно детей поддерживать, тогда они будут раскрываться и созидать. Что интересно, премия эта стала еще и международной. Почему? Ну, да, вот когда форум был, мы вот, было сперва Артемская, Жиганская школа, потом она стала республиканской, когда я работал в форуме, да, а потом уже она стала российской и международной, уже Василий Кемич может это подчеркнуть, рассказать, потому что он здесь, после того, как стал он работать в форуме Малой Академии, уже оно еще шире раскрывалось. Да, вот я стал, возглавил форум, то есть Академию, да, в 2017 году, и с тех пор решили, что все-таки надо нам расширяться на международный уровень, и мы стали очень активно участвовать в разных международных интересных мероприятиях, конференциях международных, различных олимпиадах, еще очень активно, да, и сейчас у нас более чем 20 стран с нами активно сотрудничают, да, дети, до пандемии много детей к нам приезжало, тысячи иностранных детей, особенно из стран Юго-Восточной Азии, из самых передовых школ проходили через наши стены, то есть Олимпиады, все, Азиатская Тихоокеанская конференция юных исследователей, это тоже уникальное мероприятие, Азиатская физическая олимпиада, это впервые в нашей стране, да, мы провели 18-ю, то есть много мероприятий очень высокого уровня международного, да, мы смогли провести у себя, то есть мы постоянно показываем такой стандарт, да, это, кстати, очень высокий уровень. И тем самым вот преподаватели, учителя приезжают из других государств, и они учат наших детей так, и мы благодарны, поэтому Михаил Фимович решил, что надо и этих учителей награждать, совершенно верно, и российских педагогов, вот у нас, например, Ага Ханов Назар Хангельдыевич, преподаватель МФТИ, кандидат физико-материнских наук, он лауреат в степени знаний победителей, он много раз приезжал к нам, занимался с детьми по математике нашей республики, да, или вот Мазуга Александр Георгиевич, он, когда был молодым, еще учился, потом выпустился в Московском госуниверситете, в химическом факультете, он приезжал, занимался с детьми, а сейчас он ректор университета имени Менделеева, и степендиант с знанием победителей. Ну вот, это действительно здорово. Дорогие друзья, сейчас мы прорвемся на небольшую рекламную паузу, после чего продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об именной стипендии первого президента республики Саха, Якутия. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича Николаева, в этом году в 21 раз традиционно пройдет торжественная церемония «Вручение именных стипендий». Накануне этого события мы решили рассказать о значении этой награды, о том, как она задумывалась и какое значение имела в дальнейшем для ее стипендиатов. Ну что же, и к нашему разговору присоединяются действительно стипендиаты премии «Знанием победишь разных лет». Это заместитель директора по научно-методической работе Актемского научно-образовательного центра, кандидат педагогических наук, отличника образования Марина Петровна Алексеева, здравствуйте. Здравствуйте. И студентка Якутской балетной школы имени Посельских, Алисия Пак. Ну что же, я хотела бы все-таки договорить, наверное, с Василием Климовичем. Я знаю, что вы тоже являетесь стипендиатом, да? Да, к чему я очень рад. Да, и хотелось бы узнать, вот какой задел на будущее, может быть, вы запланировали, да, когда получили эту премию? Ну это очень почетно, да, это означает, что мы действительно имеем такую связь с нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем, потому что он лично отбирал стипендиатов, да, и в это число я попал, так сказать. Я с ним-то давно уже знаком и работал в качестве его помощника, и всегда поражался тому, его глубине, значит, мыслей, мудрости и предвидения всего, что происходит, да. Поэтому я вот рад как-то ассоциироваться с его деятельностью, да, так сказать, и очень рад, что, значит, он меня выбрал, да, так сказать, и готов дальше работать. Хорошо, дорогие друзья, я напоминаю, что наша программа выходит в прямом эфире. Наша передача одновременно транслируется по телевизионному каналу НВК Сахай и на волнах ТЯТИМ Сахарадиета. Телефоны нашей студии 32 00 66 и 32 11 66. Вы можете звонить и присоединяться к нашему разговору. А теперь я хотела бы обратиться к нашим новым гостям, да, и действительно обладатели стипендии своими знаниями, умениями, способностями продолжают вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики, да. Расскажите, пожалуйста, вот в каком году вы получили премию, да, вообще поделитесь впечатлениями, какие чувства тогда испытывали? Добрый день. Я стала обладателем именной стипендии Михаила Ефимовича Николаева в прошлом году. Это действительно большая честь, и для меня лично это большая ответственность. И вот именно суть этой стипендии в том, чтобы мы, каждый человек, каждый стипендиат вложил свой вклад в развитие своего родного наследия и своей республики. И говоря словами Михаила Ефимовича, чтобы мы думали глобально и действовали локально и решали местные проблемы. Хорошо. Алисе? Добрый день. Я получила эту премию в прошлом году. Очень трепетно отношусь к Михаилу Ефимовичу, потому что благодаря нему у нас на Дальнем Востоке, в самом севере, образовалась якутская балетная школа. Благодаря чему сейчас я тут сижу. Без него бы сейчас меня, наверное, здесь не было. Чем бы я занимаюсь, я не знаю. Очень благодарна всему, чему он сделал. Из этого состоит вся моя жизнь. И благодарна. Марина Петровна, вы являетесь победителем третьего всероссийского педагогического хакатона, руководителем научной мастерской, где готовят учеников, победителей, насколько я знаю, республиканских, всесоюзных, олимпиад, конкурсов. Я знаю, что каждый учитель гордится своими учениками. Вот как у вас проходит образовательный процесс? Сейчас, особенно на современном этапе развития, очень важно формировать именно исследовательские компетенции с раннего школьного возраста, даже дошкольного. И поэтому вот именно одним из направлений нашего Актёмского научно-образовательного центра является приобщение учащихся к исследовательской деятельности. Вот вы задали такой вопрос, и сразу мне на ум пришла одна работа моего ученика. Я сама учитель английского языка, но увлекаюсь физикой. Очень интересное сочетание. И вот как раз со своим учеником, Шарабурином Евгением, мы разработали кумулятивную установку для устранения затора рек. Сейчас, Евгений, заканчивает аспирантуру МГУ и Сколково, чем я очень горжусь. И, конечно, вот сейчас мы ставим перед нашими детьми такие вот локальные задачи, чтобы вот именно разрабатывая какие-то проекты, решали нужные нашему обществу, нашему населению, наследству и всей республике. И таким образом, вот как раз ученик Валентина Николаевна Гермогеновой в прошлом году разработал математическую модель прогнозирования лесного пожара. Очень актуальная проблема. И в этом году вот как раз совместно с Малой Академией наук Эрнест принял участие в международной выставке Милсет, где получил очень хорошую и высокую оценку экспертов. Алисия, я знаю, что ты являешься лауреатом многих российских, даже международных конкурсов. Расскажи, пожалуйста, о некоторых из них. Конкурсы — это составляющая часть нашего характера. И также мы берём опыт у выдающихся мастеров балетного искусства, танцуем на различных сценах знаменитых. Вот, например, летом мы были в Большом театре. И то, что якуты прошли все три этапа, танцевали на двух сценах — на новой сцене Большого театра и на исторической сцене. Это, конечно, нужно очень сильно морально к этому готовиться. Ну и, тем не менее, получать от этого удовольствие, конечно же. И мы все очень дружны. Балетный мир, он очень тесный такой. Летаем по конкурсам и как бы «О, ты тоже здесь?» Ну и, в общем, мы всегда рады друг за друга, искренне поэтому. Ну а что балет сейчас для тебя и вообще с чего начиналось увлечение балетом? Моё увлечение балетом началось с династии, скорее всего. Вот моя прабабушка — первая балерина, якутка, которая встала на пуанты, бабушка — основатель вот нашей школы, дочь её. И я занималась в студии сначала с детства, с раннего детства, потом уже как-то более осознанно начала подходить к этому где-то в пятом классе, когда ребёнок уже вырос, поняла, что это что-то большее, это не просто приходить в школу, математика, русский и так далее, и какая-то физическая нагрузка, это потом из этого выйдет красота. У нас вот педагоги, которые обучали нас с разных пор, они закаляли в нас характер, и это не просто они тебя просто так ругают, чтобы из этого что-то вышло красивое, и мы воспитывали детей, которые вот новые приходят. — Это любимое дело и продолжение. — Хорошо, Марина Петровна, а какие у вас дальнейшие планы, чего хотелось бы вот достичь самой, чего хотели бы вот, например, достичь ваши учащиеся? Они уже, наверное, ставят какие-то свои цели. — Скорее всего, не мои личные планы, потому что вот я считаю, что именная стипендия была вручена не мне лично, а вот именно за мной, вот как раз результат работы всего коллектива, Актёмского научно-образовательного центра. И, конечно, хотелось бы вот именно в планах, чтобы наш центр, чтобы наша школа действительно стала одной одной из лучших школ, тем более сегодня буквально… — Один из лучших школ России? — Да, России, вот именно, да, буквально сегодня прошла торжественная церемония присвоения имени Михаила Ефимовича Николаева его родной школе, Актёмскому научно-образовательному центру. — Это, конечно, большая гордость, радость и ответственность. — Да, это поясния историческое событие. — Да, это большая ответственность. — Поздравляем. — Спасибо. — Поздравляем вас. — Хорошо, Алисия, а у тебя какие-то, наверное, есть дальнейшие планы? Я думаю, что они, конечно, связаны с балетом. — Конечно. Планы, они так, по коленям. То есть войти в театр, занять должность, высокую должность, постараться, конечно же. Даже не просто взял и пришёл, а стараться, 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 стараться. Также давать детям те знания, которые получила я. Это же не просто красиво танцую, ещё человек в душе тоже должен быть чисто, умён. Поэтому ещё я стараюсь колледж закончить красным дипломом. Уже иду к бабушке на школу красным дипломом закончить. В общем, как у артиста. Ну, в будущем, в дальнейшем будущем хочу обучать детей, а может быть, даже труппу какого-нибудь театра. — То есть балет продолжается? — Ну, вот Алиса уже мечтает, что будут заниматься, будут воспитывать. А вот мы, когда присуждали много лет назад комиссии, да, Михаил Юрьевич решил, Пётр Сивцев. Тогда был ученик республиканского лицеи интерната. И он сейчас кандидат физико-матейских наук. Сам преподает, занимается детьми, студентами. Это же прекрасно. Это одна из целей, да? Конечно, безусловно, продолжение традиций, которые у нас тоже заложены. Это вот те дети, которые прошли и получили школу знания «Победишь», они должны свои мастерства передавать юному поколению, детям, которые сейчас учатся, да? Вот это тоже как бы наша цель. Вот Марина Петровна рассказала же про своих учеников, да? Эти ученики сейчас тоже учатся, кто в аспирантуре, кто имеет свои предприятия уже, так же, да? Вот Исаков Андрей, он Акчемский же, он сейчас один из главных специалистов Сбербанка, IT-Исбербанка в городе Новосибирске. Так вот, тоже знания «Победишь» получил, да? Поэтому мы гордимся, что... Да, мы можем уже гордиться стипендиатами. И я помню, что Михаил Ефимович говорил, что недостаточно сейчас просто бежать за знаниями, да? За ними нужно лететь. И человек вот в этом потоке информации не должен останавливаться. Вы согласны с таким утверждением? Да, да. Абсолютно согласны. И ещё, Михаил Ефимович, да, подчёркиваю, что человек, который имеет корни, да, так сказать, который связан со своей родиной, да, он всегда будет иметь такой вот хороший маяк для своего развития, да, будет идти вперёд. И это действительно так. И постоянное уважение к труду, да, так сказать, самодисциплина. Это все те вещи, системность подходов, которые вот учит Михаил Ефимович, всегда, и мы очень благодарны этому исследуем. Конечно, безусловно, потом это, продолжая, Василий Камилович, это патриотизм. То, что Марина Петровна сказала, это любовь к своему наследству, школе, родителям. Потом любовь к своей республике. Своей родине. Да, вот Алиса же прекрасно, она вот только получила в прошлом году, да, сейчас мы гордимся ей, и коллектив, хореографическое училище, родители, да, династия, да, и мы гордимся. Это наша гордость. И они уже знают за пределами нашей республики. Конечно, это воспитание патриотизма. Да, и это одно из достижений премии, я считаю. Дорогие друзья, сейчас мы снова прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об именной стипендии первого президента республики Сахая, Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 13 ноября, как мы уже говорили, в день рождения Михаила Николаева, в этом году в 21 раз традиционно пройдёт торжественная церемония вручения именных стипендий. И мы продолжаем рассказывать о значении этой награды, о том, как она задумывалась и какое значение имела в дальнейшем для её стипендиатов. Подавляющее большинство тех, кто получил стипендию, правильно и профессионально ориентированы, выбрали любимую специальность и работают по ней. И я представляю снова наших гостей. Это также именные стипендиаты премии первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. Это преподаватель детской школы искусств номер 2, заслуженный работник культуры нашей республики, Евдокия Семёновна Карманова. Добрый день. Добрый день. И преподаватель Якутского музыкального колледжа отличной культуры нашей республики, Андрей Семёнович Недюки. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК «Саха» и на волнах «Тетим» «Саха-Радио». Телефоны нашей студии 320066, 3211-66. Вы можете позвонить и присоединиться к нашему разговору. Ну, а я хотела бы начать, наверное, с таких слов. Великий Конфуций говорил, что в гармонии с музыкой, имея в виду, что музыка благотворно влияет, конечно же, на характер человека, и способствует его правильному формированию. Вот действительно, возможности музыки безграничны. Хотелось бы услышать ваше мнение. Пожалуйста. Да, конечно. Музыка — это, как говорил Лебниц, математика души. И не сколько сама музыка, а именно занятия на музыкальных инструментах помогает человеку получить какие-то совершенно другие истинные знания. Евдокия Семеновна, продолжите. Ну да, музыка, конечно, не только помогает, но и дети становятся очень успешными, которые обучались у нас именно в обществе. И везде, где ребёнок занимается музыкой, он, когда заканчивает школу, он очень успешен. И, конечно же, это, во-первых, работоспособность. Музыка даёт именно... Надо музыкой заниматься, работать, тогда только получаешь результат. Ну, я думаю, улучшает память, восприятие. И память, и... да, но это, можно сказать, это математика. Музыка и математика, они едины. Хорошо, давайте всё-таки обратимся к 13 ноября, именно к этой дате. В этот день определённое количество лет назад вы получили именную стипендию. Пожалуйста, Андрей Семенович, поделитесь воспоминаниями, как это проходило для вас, какие чувства вы тогда испытывали? Стипендию я получил в 2015 году. И меня очень удивило название премии «Знанием победишь». И вот постепенно начал понимать, что знаю это я, оказывается, совсем мало. Очень мало. И в плане музыки именно. Даже другие сферы не боюсь праздник. И это начало меня приводить к тому, что более другим видам, как сказать, другим мнением. Вообще есть такое мнение, что сомнение — это первый шаг к развитию. А всё ли правильно в нашей системе музыкального образования? И начал просто копаться и видеть очень большие несоответствия. И вот эти поиски длятся уже 7 лет. И мы просто... Есть у нас сообщество, которое мы учимся сами, тестируем. Здесь на всех, на ком сможем. Был оркестр студентов СВФУ. Физики, математики ребята играли. Был эксперимент с глухими детьми из фонда Харасхал. Ну и ученики, студенты, со всеми, кто желает. Мы пытаемся вот тестировать эту систему, которая позволяет играть всем сразу. Ну не сразу, но 9 месяцев надо хотя бы. Потому что так организм формируется у человека. И мы исходим именно от физиологии, от той системы, которую предлагают Китай, Корея, Япония. Они в этом соображают. Хорошо, Евдокия Семеновна. Вы поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от дня 13 ноября. Да, в 2017 году я получила вот премию, именную премию Михаила Фимовича Николаева. Ну, эту премию, конечно, я получила еще с Диной Константиновной Кернарской. Это доктор искусствоведения, психологических наук. Вот, поэтому и вдвойне было, конечно, радостно. Это обязывает, конечно, ну, я думаю, это признание педагогического моего мастерства. Также, ну, это меня, конечно, еще, ну, обязывало, да, обязывало еще достичь еще более успехов теперь, чтобы распространяла свой опыт, делилась. И вот хотелось бы сказать, рассказать чуточку о проекте «Музыка для всех», который инициирован был нашим дорогим человеком Михаилом Ефимовичем Николаевым. Да, он, кстати, в свое время еще много лет назад говорил, что это будет очень достойный проект к столетию нашей республики. Да, вот это действительно с 13-го года, вот мы реализуем, и сейчас этот проект не только известен у нас в России, он и уже за рубежом. Вот, ну, что дает этот проект ДАЛ, да? Мы провели четыре международных конгресса, также два международных конкурса, вот прошли «Розовая чайка». Все это, конечно, благодаря нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Вот, очень много детей у нас выявили, одаренных детей. Ну вот, не выезжая, наши дети становятся тут лауреатами международных конкурсов, а это очень многое значит для нас, музыкантов. Андрей Семенович, вы в свое время окончили высшую школу музыки, сейчас преподаете в Якутском музыкальном колледже. То есть музыка, можно сказать, это основная часть вашей жизни. Что вы можете сказать об образовательном процессе? Насколько он изменился? Музыку я пришел случайно, учился, я говорю, еще раз в физмат-классе, но пришел, высшая школа музыки открылась в 93-м только. Вот, пришел взрослым, и мне посчастливилось наблюдать, как наши педагоги занимаются с детьми. То есть это настолько впечаталось в памяти, что, в общем, многие музыканты, они не помнят свои первые годы обучения. Как им ставили руки, откуда все это, как начиналось. А человек, пришедший взрослым, он же видит это, запоминает, и может уже более легче передать другим. То есть он видит процесс. И, конечно, в связи с пандемией и прочими делами было очень сложно. И, наверное, и в высшей школе музыки, и вообще во всех образовательных учреждениях. Дело в том, что скорость нашего интернета в городе Якутске не пропускает звук, например, скрипки, потому что это связано с абертонами. Это звуки, которых не слышно, но они есть. И просто выключается все. Поэтому было очень сложно. Но я думаю, вот сейчас приходит время, когда нужно делать и не делать. Я знаю, что вы также являетесь энтузиастом и активно помогаете внедрять проект «Музыка для всех». Да, когда меня просят о чем-то, я, конечно, никогда не отказываюсь. И мне самому интересно поработать именно в разных ипостасях, в разных географических точках республики, совершенно с разными людьми, потому что это обогащает. Ну и вопрос у меня еще к организаторам. Хотела бы у Василия Климыча спросить, у Афанасия Ивановича спросить. Насколько вообще девиз «Знанием победишь». Казалось бы, он задумывался 22 года назад, прежде чем он появился. Насколько он является, может быть, актуальным на сегодня? Насколько он современен? Основа девиза, она взята из латинского языка. «Sciencia vinces». Это на самом деле очень такой интересный девиз. Кстати, некоторые университеты мира имеют такой свой девиз. Например, Сан-Паула, Даука, Пилс, многие университеты мира. Но на самом-то деле эта идея возникла довольно давно. Связана с именами еще и Аристотеля. Там сперва была «Sciencia patent SS», а вот эта «Sciencia vinces», она утверждает, что наука и дальше помогает развивать, так сказать, человеку раскрывать его потенциалы и прочее. Не только наука знаний — это сила, но наука — это и возможности. Об этих возможностях все время говорит Михаил Ефимович, что развивайте свои возможности, ищите себя, ищите, каким образом можно дальше развиваться. Вот это самое важное, я считаю. — А вот, Алексей Иванович? — Ну, оно всегда актуально, так. Если человек, получая образование, так развивается, так, безусловно, без этого никак. И те задачи, которые у нас стоят перед организаторами знаний «Победишь», вот те стипендиаты, которые получают, они дальше идут. Они дальше развиваются. — И это самое главное. — Да, это самое главное. Понимаете, вот сегодня мы встретились, насколько они разносторонние, насколько они дальше идут, так. Вот не только в Якутском ограничивается, у нас Якут сегодня передача, да, но и республику, Россию они ездят, так. Это же прекрасно, так. И я хотел бы поблагодарить Малую Академию Наук, Министерство образования, фонд будущего поколений и акционерной компании «Алроса» за поддержку знаниям «Победишь». — Дорогие друзья, я благодарю вас за очень интересный рассказ. Дорогие друзья, всего вам самого доброго и до свидания. — Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова — Дорога. — До свидания. — До свидания.